Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Нефть не будут продавать, кроме как по указу самого Путина, тем, кто под этим потолком подписался. Как вы думаете, мы все вступаем в 2023 год с этим решением, что это будет означать для игроков на рынке? Ну, смотрите, здесь есть несколько, но я думаю, что в целом это не будет означать ничего страшного, потому что сейчас котировки российской нефти биржевые и так существенно ниже этого потолка, приблизительно на 8-12 долларов. Поэтому никаких желающих купить ее выше этого потолка не будет. И никто не будет прописывать в контракте, что он покупает ее, допустим, по 52 доллара, именно потому что существует потолок. В принципе, этот указ устанавливает некую форму контрактов, в которых не должно быть указано конкретно вот это обстоятельство, и не более того. Мне интересно посмотреть, какие это создаст проблемы для проводных поставок Европы. Потому что, с одной стороны, европейские страны, как Европейский Союз подписался под этими ограничениями, с другой стороны, большая часть стран вела эмбарго на поставку нефти по морю из России с 5 декабря. Но Савакия и Венгрия продолжают получать нефть по трубам. Соответственно, формально они как бы ведут политику, общую политику Европейского Союза, и поэтому должны придерживаться этого же ограничения, и, естественно, это ограничение уже, они формально на себя взяли, это обязательство, открытое и публично. Но, с другой стороны, по согласно путинскому решению, это должно препятствовать поставкам. Я думаю, что в данном случае для Венгрии и Савакии будет сделано исключение, как раз, как указано в указе, отдельным постановлением, отдельным решением Путина. Вот и все. То, что касается потолка цен на газ, мы тоже начали с вами это обсуждать, и Европа это тоже обсуждает. Здесь будут какие-то вариации на тему опасности, может быть, или каких-то особых последствий, если этот потолок будет установлен? Ну, я не знаю. На самом деле, пока, в отличие от потолка цен на нефть, где, мы помним, были дискуссии, в которой, допустим, Польша настаивала на очень низком уровне, да, там порядка 30-35 долларов. Но, в любом случае, этот потолок, он так или иначе варьировался в границах ниже текущих рыночных цен базовых марок нефти, да, типа Бенда. В случае с газом, тот потолок, который сейчас обсуждается, по-моему, 1600 долларов за 1000 километров, даже 1800, он существенно выше, чем те рыночные цены, которые сложили сейчас в Европе. Поэтому я думаю, что даже если это решение не будет введено, то никаких непосредственных последствий на ближайшие месяцы оно иметь не будет, а на более долгий срок пока никто не смотрит. Владислав, если мы робко попытаемся взглянуть на перспективы 2023 года, многие в прошедшем году прогнозы показали себя не совсем эффективными, наверное, но, опять же, робко пытаемся взглянуть на то, что будет происходить с экономикой России, Украины и Беларуси. Сейчас вот этот вот регион, он теснее всего задействован в предположении о том, как дальше будут разворачиваться военные действия. Мы можем ожидать, что экономики всех этих трех стран встанут полностью на военные рельсы и будет эта экономика военного времени для каждого из государств? Нет, конечно. В данном случае, я думаю, что в отношении Украины это предположение более-менее резонно, потому что на территории этой страны идет война. Часть этой оккупирована. Действительно, армия делает все возможное для сопротивления. Страна использует все возможности финансовые и индустриальные для создания вооружений и организации обороны. Здесь нет вопросов таких. И мы видим дефицит украинского бюджета гигантский. Он считается десяткой процентов ВВП, мы видим помощь, приходящую из Запада. Это типичная военная экономика. В случае с Россией и Беларусь этого нет. Беларусь вообще не участвует в войне своими силами, только предоставляет территорию для агрессии. Россия участвует. Но в любом случае, насколько я понимаю, в планах Путина по-прежнему пытаться справиться малыми силами, не подрывать экономику, не переводить на военные рельсы. Это реально невозможно, потому что практически до сегодняшнего дня мы видим лишь увеличение интенсивности работы военно-промышленного комплекса, но не попытку передать гражданские производства в серьезном масштабе. Мы не видим очень резкого увеличения военных расходов. Да, постоянно говорится о том, что они огромные и запредельные. Но эта запредельность сводится официально 5 триллионов рублей, может быть, неофициально 6 или 7 триллионов. Но все равно, в любом случае, меньше 5% ВВП. Это не показатель военных расходов воюющей страны. В 1942 году в Соединенных Штатах, когда Соединенные Штаты даже не воевали в Европе, а вели войну на Тихом океане, достаточно ограниченно, дефицит американского бюджета составлял 26,5% ВВП. Вот это и есть военная экономика. То, что сейчас в Украине, то, что тогда было в Великобритании, я же не говорю про Советский Союз. Ничего подобного в России на сегодняшний день нет, и в следующем году не предвидится. Вот из трендов 2022 года, которыми ознаменовалась, я не знаю, проблемы какие-то, или, может быть, даже победы российской экономики, что будет перенесено в год 2023? Ну, смотрите, я думаю, что если, опять-таки, не произойдет ничего изординарного, если не начнется там мобилизация миллионов резервистов, если не будет именно глядеть наружие, вот если такого рода события не случатся, то я думаю, что мы увидим некое продолжение событий второй половины этого года. То есть это будет жесткая финансовая стабилизация, достаточно большое количество ограничений, и, может быть, увеличивающий количество ограничений в финансовой сфере, плюс большие заимствования на внутреннем рынке, очень активная трата фонда национального благосостояния, то есть фактически за счет внутренних резервов удержания, поддержания в среде бюджета, закрытия в среде бюджета, поддержания достаточно высокого тэпа государственных расходов. Рубль будет довольно стабилен, я бы сказал, что он проволюционирует где-то к 80-ти, к концу года, может быть, к 82-м, но отнюдь не к 100 и выше. Инфляция будет приблизительно на нынешнем уровне, может быть, чуть-чуть пониже, доходы населения будут снижаться, ВВП продолжат падать, я думаю, таким же темпом, может быть, даже с небольшим ускорением, но в целом экономика, она не перестроится на военные рельсы, но она привыкнет жить в условиях войны. И эта привычка, она распространится и на следующие годы. То есть экономика адаптируется к тому ужасу, который происходит. Она выживет без каких-то катастрофических потерь. То есть действительно потери принесет бюджет серьезный в связи с сокращением экспорта и в связи с падением цен на экспортные товары. Мы видим огромные проблемы сейчас в угольной промышленности, огромные проблемы в металлургии, особенно в черной. Это все будет продолжаться, но бюджет, потеряв очень много доходов, выдержит. Многие отрасли экономики ведут в убытки, но опять-таки это не угрожает их существованию. То есть это будет плановый убыток на год или на два с попытками перестроиться. Тяжело будет, но не катастрофично. Для населения это будет означать какое-то такое критическое затягивание поясов, при котором, как ожидает международное сообщество или некоторые его представители, откроются у людей глаза и они поймут, как ужасно быть страной, вовлеченной в войну. Нет, я думаю, что снижение уровня благостроения продолжится. Но опять-таки в первую очередь оно в этом следующем году затронет людей, либо работающих в бизнесе, либо занятых коммерческими компаниями. Что касается государственных служб, бюджетников, пенсионеров, их снижение уровня жизни будет очень ограниченным. Очень ограниченным. И в принципе, я думаю, что это не приведет никаким, скажем так, просветлением в умах. А наоборот, мне кажется, что правительство будет постоянно эксплуатировать тему, что мы воюем со всем остальным миром. И это действительно очень тяжело, и процветание пока ждать не нужно. Владислав, вот мы сейчас получаем сообщение, что к концу года свыше 700 объектов критической инфраструктуры в Украине пришли с повреждениями о том, как их восстанавливать. Ну, пытаются восстановить сейчас всем миром, мы понимаем. Но где-то это получается, где-то нет, потому что все-таки средства огромные. Как вы думаете, в этом плане динамику какую стоит ожидать? Кто будет финансировать восстановление, и насколько стремительным оно может быть? Оно не будет быстрым. Украинская экономика, конечно, в значительной мере разрушена. И она, по сути, будет работать на минимальных возможностях на протяжении всего периода до окончания войны, когда бы она не закончилась. То есть мы будем наблюдать ситуацию, ну, конечно, не похожую на Советский Союз в 43-м году, потому что все-таки мы понимаем, что экономика рыночная, что есть потребительский спрос, работает большинство сервисных секторов, большинство товаров в народном строении производится. Но вот что касается энергетики, что касается тяжелой промышленности, то, конечно, здесь ситуация будет сразу очень тяжелой. Я думаю, что здесь должна идти речь и восстановление за счет западных средств, и, может быть, об импорте электроэнергии, возможно, по возможности, тоже в счет кредитов и так далее. Но в данном случае здесь, я так понимаю, что на какое-то время Европа и Соединенные Штаты, они не будут считать деньги на украинскую программу восстановления, потому что до победы доживут, будут считать, будут определять условия выплаты ответные по ограничению кредитов, рассрочки и прочее. Пока речь идет только о том, что Украине нельзя дать возможности проиграть. Вот и все. Ну вот, собственно говоря, про будущее. Это мы уже в такую политическую плоскость переходим. Кулеба на этой неделе заявил, что ООН могла бы стать неплохой площадкой для некой мирной конференции. Много сейчас разговоров идет о том, как эта война закончится, до победы, до договоренности. Самые разные версии на этот счет звучат. При этом Кулеба заявил, что условием для переговоров будет возврат Украине всех территорий, включая Крым. Плюс в Киеве предложили исключить Россию из Совбеза ООН, из организации в целом. Много ли в таком контексте можно сделать, опираясь, скажем, на площадку ООН? И есть ли какие-то альтернативные площадки? И как это вообще все будет происходить? Ну, смотрите, я не очень понимаю этих постановых вопросов, потому что если условием является возвращение всех территорий, то тогда они понимают число переговоров. О чем-то переговорились? Да, Россия это первое поражение. Она выиграла свои войска с территории Украины, она освободила Крым. Украина вернулась, вернулась себе эти территории. И что дальше? И дальше мы должны, словом говоря, стать свидетелями строительства мощной оборонительной линии по российской и украинской границе, продолжение вооружения НАТО в украинской армии, скорее всего, принятие Украины в НАТО, и, собственно говоря, цементирование этой истории. Но это сценарий, который проистекает из заявления украинского руководства. Да, да. То есть я приветствовал бы такой результат, но я не понимаю, о чем тогда можно и с кем нужно разговаривать. То есть дальше нужно разговаривать с Западом об условиях реструктуризации украинских долгов и о помощи восстановления. С Россией разговаривать не о чем. Россия не будет платить репарации, Россия не будет никакими сотрудничными с какими международными трибуналами. Она просто уйдет вот за это, так сказать, засечное линии, как они там сейчас строят из каких-то поэбликов в Курской области, и затаится там. Вот и все. Собственно, предмет приговоров отсутствует. Ну а почему тогда идет разговор о некой площадке необходимость? Здесь есть определенные противоречия? Есть. Я не могу объяснить, почему эта речь идет. Если говорить о площадке, если говорить о переговорах, то это компромисс. Присловно говоря, если Украина готова отдать часть территории, тогда можно обсуждать с Москвой в том числе условия компенсации, договора, гарантии и так далее. Если такого подхода нет, то я думаю, что обсуждать нечего. Вот здесь я не вижу последовательно. Что касается ООН и перспектив России в организации, я абсолютно уверен в том, что России нужно выгнать из ООН в нынешней ситуации или, по крайней мере, сделать такую попытку. У меня где-то, ну, в районе месяца назад в газете «Захил» вышла в «Большая Светлана Артема», которая прописывает процедуру, она не касается вот украинских предложений по оспариванию места России в ООН как правоприемник СССР, потому что этого не будет сделано в любом случае, по причине того, что с тех пор прошло 30 лет, ООН принял огромное количество документов, которые она не будет пересматривать. То есть в данном случае нужен механизм, а это механизм голосования в Генеральной Ассамблее об исключении организации из числа членов ввиду нарушения устава. Это прописано в уставе, возможность. Единственная проблема возникает в том, что Совет Безопасности должен внести этот вопрос на осмотрение Генеральной Ассамблеи, но и здесь есть возможность обхода этой ситуации в том плане, что, согласно опять-таки уставу, сторона, поведение которой обсуждается, не имеет права голоса в суббитии. Поэтому, в принципе, если Китай не накладывает вето, вопрос решается довольно легко. Если. Это единственное препятствие. Что будет с Китаем в этом смысле происходить? Из тех месседжей, которые мы в последнее время видели, что будет с вот этой вот поддержкой, ну, как бы негласной поддержкой, да, и нахождением все-таки на стороне Москвы китайского руководства? Мы правильно понимаем, что есть вот это единство позиций? Ну, смотрите, я думаю, что Китай сейчас находится в состоянии, когда ему, с одной стороны, поддерживать Москву практически правильно, потому что это его давний союзник. Это страна, которая идет еще быстрее Китая в оппозиции Западу, которому тоже Китай не слишком благоволит с одной стороны. С другой стороны, у Китая есть и проблемы в этой связи, потому что, конечно, ему не хочется дестабилизации. Он хочет успокоения в Европе, прекращения войны. Он совершенно не хочет, так сказать, каким-то образом признавать изменение границ, потому что в данном случае самая позиция Китая по Тайваню основана на том, что его территории не делим. И в данном случае как бы потери Украины, там, неделимости, там, Крыма, Донбасса и так далее, для Китая становится прецедентом того, что и он может потерять свои территории, которые он считает своей, по крайней мере. Поэтому я думаю, что Китай сложная позиция. И на самом деле, мне казалось бы, что как раз это тот исторический момент, когда Соединенные Штаты в целом Западу следовало бы провести с Китаем очень серьезные консультации. Вот мы много раз слышим от ветерана американской политики господина Киссинджера и от многих других американских политологов, что нужно, так сказать, не отталкивать Россию, потому что она важный союзник против Китая. Я бы сказал, что господин Киссинджер, он прославился чем-то иным, по-моему, все время, а именно союзом с Китаем против Советского Союза. И вот я думаю, что скорее нужно переиздать эту сделку в 73-м году, чем искать ей противоположность. Наоборот, Запад плюс Китай должны вытанять единую позицию в отношении России и воспользоваться ее результатами. Китай будет первым выигрышем, если Россия станет еще большим взглядом. Владислав, ну вот в той атмосфере недоверия, которая существует, в общем-то, между США и Китаем, мы это прекрасно знаем, это возможно возрождение этой сделки 73-го года? Ну, слушайте, а почему не попробовать? Вот, собственно, у меня такой вопрос. Хуже не будет, но недоверие очень большое, да, и преодоление этого недоверия, любого недоверия, оно происходит очень часто тогда, когда недоверяющие другу стороны оказываются перед каким-то общим вызовом. И тогда становится понятно, что вопрос там, да, есть вопрос повышенного шпионажа, есть вопрос демплинга, еще какие-то, многие другие вопросы, агрессивность Южно-Китайского моря. Но это как бы потенциальная агрессивность, пока там никого не убили. А в Украине идет реальная агрессия, реальный пересмотр мирового порядка. И вопрос о том, что нужно Америке и Китаю в большем мире сохранить порядок, и чтобы все пошло в разнос, может быть и сохранить. Я скорее всего думаю, что как раз статус-кво на протяжении ближайших 20-30 лет был бы для всех полезен. Статус-кво для вообще общемировой и с точки зрения весомости вот этих вот мировых держав, геймонов, если можно так сказать. Да, скажем так, потому что на самом деле условно говоря, понимаете, даже композиция Организации Минных Наций, где Китай имела право вето, и Соединенные Штаты имели право вето, то в принципе если Россия уходит оттуда, то никому из этих двух основных держав не становится хуже. То есть в данном случае они обладают теми самыми правами. Может быть даже как раз возрождение вот этого диалога между Штатами и Китаем, его предпосылкой является единый фронт против России с точки зрения того, что, ну опять, понимаете, я здесь могу только фантазировать, может быть здесь возможны очень большие размены, да, может быть действительно даже условно говоря там интеграция Тайвана в Китай там на условиях Гонконга и то было бы абсолютно правильной с точки зрения Запада с точки зрения Запада разменом на лояльность Китая в отношении России единое действие против в пользу умиротворения агрессора. Ведь Китай на самом деле, да, он страна поднимающаяся, он страна с очень большой военной мощью, но в любом случае даже ему, на мой взгляд, и любой другой стране общемировая коалиция по борьбе с агрессором, она всегда является заявкой на новый порядок, именно долгосрочный стабильный порядок на какое-то время. Китаю сейчас тоже много проблем, экономически в том числе, я не думаю, что ему будет быстрее восстанавливать и развивать свою экономику в условиях всемирного хаоса. С точки зрения гибкости к новым порядкам, в Китае сейчас обменили политику нулевой терпимости к ковиду, и мы сейчас наблюдаем за тем, что в стране очень большие проблемы, ну, по крайней мере, вот если мы так извне смотрим, миллионы заболевших каждый день говорят о том, что система здравоохранения не справляется. Вот этот шаг, вот просто интересно, да, Китай входит в 2023 год с принципиально новым взглядом на пандемию получается. И руководство продемонстрировало, ну, неожиданно, наверное, отчасти такой быстрый переход и, опять же, вот эту вот гибкость несвойственную, наверное, Китаю с политикой нулевой терпимости к политике ну вот сейчас теперь уже вот получите хотели свободу. Что с этим происходит, интересно? На самом деле, я думаю, что это абсолютно правильный шаг. Может быть, он был неосознанным, может быть, сами китайцы и руководство сейчас кусают локти, но он абсолютно верный. Судя по всему, судя по тому всплеску инфекции, которая сейчас имеет место, китайская вакцина была не слишком эффективной, что, собственно, многие об этом говорили. И поэтому бороться с помощью ракдаунов и вакцинации это тупиковый вариант. Китайская экономика сильно замедлилась в прошлом году и продолжение ракдауна вызвало бы еще больше замедления. То есть я думаю, что здесь это, знаете, как вот в атаку надо быстро пробежать помимо поля и дальше будет легче. Мне кажется, что это правильное решение, что, да, заболевших будет много, возможно, будет большая смертность, она уже, так сказать, заметна по многим костным показателям. Но, так или иначе, это единственные варианты оставить это позади, сорвать иммунитет не через период, а через болезнь. Других вариантов я не вижу. Владислав, еще про союзы немного. Мы с вами здесь заговорили про такие большие глобальные, но мы знаем, что год для лидеров СНГ сейчас заканчивается неформальным саммитом в Санкт-Петербурге. На полях саммита прошла очередная встреча Путина с Лукашенко. И если мы сейчас посмотрим на всю эту динамику взаимодействия в рамках СНГ, в рамках ОДКБ последнего года, было много всяких разных вопросов. К чему сейчас, к концу года, к началу 2023-го, подходят страны СНГ, которые до сих пор сейчас являются союзниками России, которые не отказались и которые в тех или иных рамках продолжают сотрудничество, ну вот даже съезжаются на саммиты? Ну слушайте, я думаю, что это вообще какой-то уже, так сказать, какие-то поминки. Потому что СНГ, как организация, вообще не представляла из себя никогда ничего. В ней не было никакой сущностной начинки. ОДКБ очень дискредитировала себя в последние годы. Но сначала там она не вмешивалась в события в Киргизии, сейчас она не вмешалась в события на Кавказе. И это, конечно, показывает, что реальные возможности этой организации близки к нему. То есть, да, был казахстанский сценарий в январе месяца, но я так понимаю, что такого же рода операцию можно провести без всяких отдельных соглашений, просто, так сказать, по взаимодоговоренностям, экстренным созвоном и просьбе о помощи между отдельными государствами. Поэтому я думаю, что эти организации умерли, или близки к тому. И в ближайший год-два мы это увидим как факт, и Де Юры тоже. Что касается постсоветской интеграции, а именно Евразийского союза, то я думаю, что эта организация вполне еще может быть жизнеспособной, потому что очень много из того, что произошло в этом году, произошло именно благодаря этой организации. Допустим, те же самые гигантские релокации в Таджикистан, извините, в Казахстан и в Армению, где, наоборот, русских мигрантов до сих пор ждут и очень хорошо и остались. Это, в принципе, как раз утверждение того, что Евразийский работает, потому что существует и приток капитала, и свобода передвижения, и легкость работы на новом месте и так далее. То есть я думаю, что эта организация не закончилась. Но, опять-таки, она не будет уже так выгодной России, как раньше, просто потому, что сейчас мы прекрасно видим, как государства более слабые получают, и даже это закон любого интеграционного объединения, государства более слабые получают гораздо больше выгодов, чем государства насильные. И вот в этом отношении и Армения, и Казахстан, и Беларусь, конечно, будут еще больше получать выгоды от сотрудничества с Россией, чем раньше. А для России это остается именно вот неким таким, некой конструкцией, которая может всегда оправдать формулировку о том, что мы не одни, у нас есть союзники, мы продолжаем интегрироваться и так далее. Вот на встрече прошлой недели Путин и Лукашенко, Путин сказал, что Россия не собирается поглощать Беларусь. А что это означает в контексте союзного государства, эти слова? Ну, это правда, я думаю, что в данном случае попытки этого явно были уже многократные, они не увенчаются успехом. И сейчас, конечно, поглощение Беларусь для России, ну, я не вижу в этом никакого плюса, с одной стороны, а с другой стороны, с никаких возможностей. Поэтому союзное государство на самом деле это хороший инструмент, потому что союзное государство это, в большом счету, некий принцип продвинутого Европейского Союза. В данном случае вы имеете отдельные парламенты, имеете отдельные валюты, но при этом вы не имеете никаких границ, вы не имеете никаких таможен по определению, граждане обладают равные параметры и другие государства. Это нормальный интеграционный процесс, он очень хорошо, в общем-то, зашел в Беларуси и по большому счету Евразийский Союз, он по идее должен был бы стремиться к тому, чтобы стать вот таким большим союзным государством, где кажется сохранение свой суверенитет, но экономически очень много происходит на общих основаниях.